Здравствуйте, мои девчули, здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мальчишки, здравствуйте, девочки. Как ваши дела? Как хорошо, что у меня есть микрофон. Могу подальше поставить мою камеру, и все видно и слышно. Это замечательно. Девочки, у меня здесь котлеточки, две котлеточки, и кабачковая икра. Соленый огурчик, девочки, и три тостера. Очень голодный, хочу кушать. Бисьмилля и рамарагим. Сразу говорю, вот моя правая рука, вот моя левая рука, девчонки. На всякий случай, а то потом пишите, говоришь, бисьмилля, кушаешь левой рукой. Не кушай левой, кушай правой рукой. Вот мой левое ухо, который до сих пор болит чуть-чуть. Как ваше настроение? Мне говорите, что-то, говорит, последнее время, говорит, рассказов нету, мне пишите в инстаграме. Буду рассказывать. У меня есть подписчицы, которые находятся в Испании. Ну, хоть не рядом со мной, но есть. Русскоязычные. Что-то я вижу, что он криво стоит. Подождите. Поставлю ровно. Вот так. А то у меня такое ощущение, что она криво стоит. И вот девчонки русскоязычные со мной тоже делятся. Если я в Испании, есть девчонка. Она мне разрешила сказать, что она из Испании, что она живет в Испании. Замужем она за испанца. Уже живет с ним 26 лет. Если не ошибаюсь, девочки. Да, где-то так. Сегодня 20 раз ее пересушивала, чтобы не ошибиться. Тебе большой поцелуй. Если что-то не так расскажусь, не обижайся. Я постараюсь рассказать, как ты мне все рассказала. Ну, может быть, не с такими эмоциями, но я буду стараться. Она сюда приехала по туристической визе. Она приехала сюда на море. И на море с ним знакомится. Она приехала сюда с родителями. На море с ним знакомится. Они там увидели друг друга. Очень сильно понравились. Он ее старше на 5 лет, что ли. Очень хорошая парнишка. Он ей понравился. Она ему тоже. Она говорит, ну я думала, говорит, просто летний, говорит, роман и все. А теперь она уехала. Она сама из Ставрополя, мне кажется. Ой, не знаю, это можно было сказать или нет. Ну, ладно. Она сама из Ставрополя. И вот. Она ему оставляет свой адрес, свой домашний телефон. Я, говорит, никогда не думала, что он ко мне позвонит. Позвонил, говорит, ко мне. Мы стали, говорит, общаться по телефону. Вот я, говорит, толком, говорит, не понимала. Здесь, говорит, пару слов, говорит, научилась так себе. Ну, когда он звонил, говорит, он даже на английском, говорит, не говорит. Еле-еле, говорит, мы друг друга понимали, говорит. Только, говорит, смеялись, хохотали, говорит. Он что-то скажет, смеется. Я тоже что-то скажу, смеюсь, говорит. Потому что мне самое смешное было, говорит. Сама не знала, что говорю. Девочки, он долго не думает, к ней едет туда. Родители в шоке. А тут сюда приехал. Он ей говорит, приезжая, говорит, этим летом. Теперь он уезжает. И он говорит, я приезжаю этим летом ко мне, говорит, обратно. Она говорит, я не могу. Ну, экономично, говорит, это не так уж и легко. В прошлом году, говорит, мой отец, говорит, моя мать, говорит, все, оплатили, мы, говорит, поехали, говорит, конечно. А у меня, говорит, этих денег и не было. Я, говорит, училась. Короче, голову закружила у нее. Она училась, все бросает. Он ей деньги высылает. Она приезжает к нему. Приезжает к нему. И с ним живет. Он все усилия предлагает. Он все усилия ставит, чтобы родителям понравится ее. Ну вот. Родители уже начали на шоке становиться. Когда она не возвращается. Ну, в чем дело? Возвращайся. Она говорит, мама, папа, я его люблю. А я думаю, что мы будем расписываться. Свадьбу, говорит, тоже не играли. Расписались, говорит, и все. Через некоторое время, когда расписали, он мне, говорит, 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 он меня спрашивает. Я, говорит, просто, говорит, стала, говорит, уже чуть-чуть понимать, говорит. А до этого, говорит, даже смысла, говорит, не было. У него что-то спрашивали, потому что толком, говорит, его не понимала. Сейчас, говорит, об этом думаю. Как я могла выйти замуж от человека, с которым даже нормально, говорит, не общалась, говорит. Я, говорит, удивляюсь. Но он мне, говорит, такой заботой, говорит, окружил, таким вниманием. И я, говорит, потихоньку, говорит, уже стала, говорит, к нему, говорит, как раздумать человеку. Теперь родители возмущались, как это свадьбу не сыграл. Он объясняет матери. Разве это важно? Самое главное, что он меня любит. Я, говорит, не работаю. Он меня содержал. Излишней, излишней стены не было, говорит. Квартиру, говорит, купил, говорит. Ипотека была. Родители вообще не вмешивались, говорит, как будто их и нету. Ни да, ни нет не говорили. Приду, говорит, улыбаются, и все. Два брата у него есть. С братом, говорит, холодно, говорит. Здравствуйте, до свидания, все. Теперь, говорит, он мне, говорит, начинает потихоньку, говорит, рассказывать, что у него, оказывается, была девушка. Я, говорит, так удивлялась, говорит. Он, говорит, вообще, говорит, он ей говорил, я однолюб, однолюб. Вот я тебя полюбил, все, она тебе, говорит, солнце с... И потихоньку, говорит, когда уже язык стала понимать. Он мне, говорит, говорит. Он мне, говорит, на стороне ребенок есть. Она, говорит, я в шоке. Как? Ты был женат, она, говорит, он говорит ей, нет, не был женат. И он, говорит, ей начал, рассказывает он ей. Он трудолюбивый мальчик, спортом занимается. Не знаю, каким, конечно. Он знакомится с какой-то девушкой, молодой. Ему там 25 лет, а ей 17 лет, этой девчонке. Он такой стеснительный парень. Не разбалованный на женщин. У него до этого еще женщин не было. Она, говорит, такая легкая, говорит, на поведение. Ее, говорит, очень многие в городе знают. Это она мне рассказывает. Ну, короче, за 2 секунды уже в постели. Так как он никакую женщину не видел, он подумал. Да ладно? Скажет, что хотят за нее, говорят. Я буду с ней встречаться, я из нее сделаю другого человека. И начинаю встречаться с этой девушкой. Ее муж. Начинает встречаться с этой девушкой. Эта девушка ему сразу говорит, я тебя не люблю, ты мне не нравишься. Я с тобой, потому что ты взрослее меня. И на меня бабки тратишь. Высасывала, говорит, с него все, что могла, говорит. Всю зарплату. Пацана, говорит, без трусов, говорит, оставила практически. Все на нее тратил. Теперь она с родителями ругается, эта девчонка. И говорит, слушай, хоть ты мне не нравишься, но ты работаешь. Почему мне квартиру не снимешь? Хочу уйти из дома. Он подумал, раз она из дома уйдет, значит у нее выхода больше не будет. Она сейчас меня полюбит, туда-сюда. И начинает ей помогать экономично. Еще сильнее. И теперь вдруг она забеременела. На седьмом небе, говорит, муж ей рассказывает, на седьмом небе был, что забеременела. Она ему говорит, я беременна, говорит, но это ничего не значит. Ты мне все равно не нравишься. Я молодая, ты взрослая. Для меня, говорит, ты взрослая. Я, говорит, знаю, что больше вода есть. Ты для меня не предел. Я еще не нагулялась, ты мне гулять не даешь. А у этой девочки три брата, что ли. Три брата и одна сестра. Сестра, говорит, вообще знаменитая, гуляет по-черному. До сих пор, говорит, на ней слава идет. Насколько, говорит, гуляла. Теперь, теперь, девочки, она ему говорит, ты не беспокойся, я долго с этой беременностью тянуть не буду, говорит, я ее убирать хочу. Мой муж депрессии упал. Ей говорит, пожалуйста, я тебя прошу, не делай аборт. Она говорит, а мне, говорит, этот ребенок не нужен. И ты мне не нужен, и ребенок не нужен. Он идет в милицию и заявление пишет. Я против, говорит, чтобы она делала аборт. Я не знаю, девчонки, это вообще, можно такое делать или нет, не знаю, но она мне рассказывает. Он начал ее запугивать, я тебя в тюрьму посажу. Ты моего ребенка хочешь убить. Она начала, говорит, с лестниц прыгать с высоких, чтобы выпьешь был. А жил, все растет и растет. Выпьешь, что они тут. Теперь мать узнает девочке, что она беременная. И мать говорит, не беспокойся, моя дорогая, мы тебя без внимания не оставим. Она возвращается домой. И теперь он приезжает туда, где соседи, к нему во двор. Одна соседка выходит и говорит, слушай, малыш, в этом парне, ты для меня еще маленький, ты для меня еще парень. Пока можешь, чухай отсюда. Эта семейка непорядочная семейка. Здесь такие слухи идут, что они даже брат с сестрами, говорит, спят. Настолько, говорит, ужасные. А он нет. Она же беременная. Люблю. Первая женщина. Она уже начала выходить. Я говорю, слушай, я с тобой не хочу встречаться, уходи отсюда. Я хоть ребенка рожу, это не значит, что я с тобой буду. И на такой депрессия он падает, этот парень. Родители у парня начинают спрашивать, слушай, что случилось? Схудал? Вообще, говорит, кости кожа. И парень высказывается. Вот так вот, так мама. Она беременная. Меня не любит. Бросит, меня хочет. И мать говорит, сынок, насильно мил не будешь. Раз не любит, оставь. Он говорит, все, ходит и ходит туда. Они там уже на него плюют. Она уже на него обзывается. Теперь ребенок рождается, мальчик. Он идет в больницу. Она с такой рожей. Ты сюда припьешься. Ты урод. Слава богу, мой сын на тебя не похож. Ты жадный. Если ты хочешь, если ты хочешь, чтобы мы с тобой вместе были, отдельную квартиру мне купи. Если ты мне отдельную квартиру будешь покупать, каждый месяц столько-то денег давать, ну, тогда ты можешь сына увидеть и не со мной побыть. А так ты мне не нужен. Он вообще, я не нагулялась. Он все тянул чуть-чуть, тянул. В один момент сгорел. Внутри. Подумал, что я туда все бегаю и бегаю. Что, кроме него, никого больше нету, что ли? Сильно-сильно-сильно нервами упал. Настолько сильно, что его в больницу уложили. Для нервно больных. Он там пролежал в больнице. Братья проходили его увидеть. Мать проходила его увидеть. И он ей говорит, вот настолько, говорит, у меня ненависть, говорит, вышла, говорит, к ней, что вот так она мою жизнь испортила. Я такой рабочий, хороший парень. Она как надо мной посмеялась, поиздевалась. Уже друзья, говорит, начали, говорит, ему говорить. Ты что, дурак, что ли? Через нее все прошли. Ты еще что, лезешь туда? Родила еще, не знаешь, что это твой, не твой. Вот это все, вот эта вся атмосфера. Он с больницы выписывается, идет к ней и говорит, слушай, я тебе буду алименты платить за этого ребенка, но больше ты меня не увидишь. Ребенка хочу видеть. Она начинает на него кричать, орать. И он в этот момент не удерживает и говорит ей. Он так за шивырку ее берет и говорит, слушай, я тебя удушу. В этот момент соседка уходит. Она начинает кричать, орать. Он меня насиловать хочет, он меня убить хочет. Милиция приезжает. Этого парня забирают в милицию. Милиционеры с ними разговаривают, туда-сюда с ним разговаривают. Слушай, мы знаем эту семейку. Мы знаем тебя, ты первый раз здесь находишься, ты даже на учете не стоишь. Ты же такой хороший мальчик, зачем тебе это надо? Не лезь туда, больше не иди. Еще один раз пошел, еще два раза пошел, еще третий раз пошел. Постоянно милиция, милиция, милиция. Суды и начались. Она же суд подает, что он ее там угрожает, что он ей не дает проходу. Он уже адвокатов нанимает, он уже платит это все. Вот так каша идет за кашей. Уже ребенку год и восемь месяцев. Ребенка так он и не видит. И в один момент он сел и подумал, зачем мне это надо, я свою жизнь гублю. И у меня такая ненависть пошла, что я просто, это он ей так говорит, что я просто возненавидел ее и этого ребенка. Уже просто не хотел ничего с ними иметь общего. Она начала говорить, мне твои алименты не нужны, и ты не нужен, уходи отсюда. И вот этот момент, говорит, я с тобой знакомлюсь. Для меня как будто свет, солнце открылось. Вот так. Теперь они, девчонки, живут. Живут, уже живут. Вообще ребенок туда не проходит, ни на алименты не подают, ничего. Так они и живут. Теперь ребенку исполняется, сколько она мне сказала, 23 года, что ли. Повестка проходит. А так они видят друг друга, когда по городу ходят, ни здравствуйте, ни до свидания, как будто они никто. Ни ребенок, ни мать, никто. А через мать уже прошел и один жених, и другой жених, и пятый, и десятый, и пятнадцатый. Она говорит. Поправилась, говорит, такая толстая, говорит, стала. Она, говорит, всегда думала, что фигуристая будет, говорит, такая толстая стала, говорит, уродина, говорит. Сейчас, говорит, с каким-то там на квартире живет. Мать умерла. За ребенка мать смотрела. Теперь мать ее умирает. Она этого мальчика берет. Она уже замужем. Еще одного мальчика родила. От кого, не знаем, говорит. Но город все равно маленький, говорит, слухи ходят. Теперь ее мать умерла. Ее отец быстро женился на другой, этой девочке, на отец. Она как не нужен товар. Раньше раз мать за нее постоянно заступала. Сюда-сюда сейчас уже некому заступиться за нее. Ну вот. Теперь ребенку 23 года. Я надеюсь, что я правильно рассказываю, если еще не в обиду. Я, может, что-то перепутываю, путаю. Но мне кажется, что я правильно иду. Ребенку исполняется 23 года. Им повестка проходит в суд. Он идет к своему адвокату и говорит, в чем дело? Они вместе идут. В чем дело? Вот, говорит, на тебя, говорит, вот такой-то, вот такой-то подают на суд. Сам ребенок. Он на алименты. И они начинают. Короче, это все хотят вот эти, как называется, задним числом, короче, что он никогда не платил. И уже адвокат говорит, задним числом нет. Говорит, самое большее, говорит, 5 лет можете вытащить. Говорит, с 15 лет до 22, что ли. А если ребенок потом учится, до 27, что ли? Она мне так объяснила. Ну, я не знаю, девчонки, я толком тоже этого не понимаю в этих делах. Но она мне вот так объяснила, что здесь такие законы, что отец имеет право, если вот ребенку, как там, из благополучной семьи, алименты, я не знаю, до скольких лет там платить, чуть ли не до 30 лет. Хоть он совершен. Если только он один раз пойдет на работу и устроится на работу хоть 2 месяца, хоть 3 месяца, все, там уже ничего просить не может, что-то вроде бы такого. Она мне объясняет. Вот они платили, они пришли не в суд, они дошли до договора, что будут платить там какую-то сумму определенную, а за остальное там дают на руки деньги. Они дали на руки деньги адвокату, адвокат, наверное, ее адвокату. Там какие-то определенные деньги, и вот они 3 года алименты платили. После того, как 3 года прошло, алименты все выплатили. Теперь она говорит, ну ты, говорит, вообще ребенка видеть не хочешь? А он говорит, я, говорит, как его вижу, мать вспоминаю, его мать, потому что копия, говорит, мать вышла. Она ему объясняет, но ребенок тут ни при чем. А он говорит, нет, говорит, вот не могу, говорит. Всю ненависть, говорит, начинаю вспоминать. Какие проблемы, говорит, дали. Так что, говорит, с ребенком, говорит, никаких контактов нет. Это у этого отца. Теперь этот мальчик узнает телефон отца и начинает звонить. Папа, я хочу с тобой увидеться. Не папа, эй, там, или как там, не знаю, как он там называет. Может, папа, не знаю, хочу увидеться. Давай встретимся, давай увидимся. Отец говорит, нет, не хочу. До сих пор без тебя жил, и сейчас буду жить без тебя. Теперь суть в чем? А у них-то детей своих нету? Она говорит, у нас детей нету, говорит. Не получилось, говорит. Я ему несколько раз говорю, может быть, давай, говорит, хоть контакт с этим ребенком наведем. А отец категорически против. Видеть не хочет этого мальчика. Видеть не хочет, слышать не хочет. Теперь отец говорит, этот мужчина говорит, у них же квартира есть, там машина есть, гараж там есть, мне кажется, она сказала. Что-то такое вроде бы есть. И теперь идет речь, идет речь все-таки, идет речь, а вдруг с ними что-то случится, кому это все достанется. И жена говорит, как в порядке вещей твоему ребенку. Вот он, девочки, пошел, сделал какие-то бумаги и хочет оставить все государству, девочки. Вот. И для меня, конечно, это удивительно. Ну, вот она мне это рассказывает. Вот, девочки, теперь к чему это все рассказывать? Она мне говорит. Вот к чему, говорит, хочу это все рассказать? Хочу, говорит, иногда сказать, говорит, женщинам, что нельзя, говорит, иногда с отцами, говорит, вот так поступать, говорит, потому что потом мужчины из другого теста сделанные. Потому что, говорит, потом, говорит, мужчины, бывает так, говорит, что начинает злость срывать на детях. Вот этот мальчик вроде бы, говорит, ни в чем не виноват ребенок. А отец говорит, как ни в чем не виноват. А что ж он, говорит, раньше не прошел. Ему же было 13 лет, 14 лет, 15 лет. Я, говорит, 3-4 суда за него оплатил, говорит, за то, что приходил туда, говорит, мне такие неприятности. Я бы давно в тюрьме сидел бы. Если бы, говорит, я не остановился, они меня в тюрьму, говорит, посадили бы. Мне зачем, говорит, это надо. А он же взрослел, говорит, а почему же он раньше не пришел. Сейчас, когда ему, не знаю, 23-25 лет, что ли, уже проходит. Зачем, говорит, он мне сейчас нужен взрослый такой. Мне, говорит, он не нужен, пускай к своей матери, говорит, идет. Мне, говорит, она абсолютно не нужен. И я ее спрошу, а эта женщина, вот эта, которая с кем, с кем он раньше был, она как живет? Меня, говорит, глазами кушает. Сейчас, говорит, когда мы с ним идем, говорит, она, наверное, думает, какая я была дура. Потому что у нее жизнь ужасная пошла. С одним год, с другим полтора, понимаете, девочки? Ни с кем не уладилась у нее жизнь. Вот она, говорит, я, говорит, очень иногда, говорит, иногда, говорит, удивляюсь. Вот этим женщинам, говорит, которые, говорит, они, говорят, идут, говорит, с мужьями, говорит, на войну. Ну, а детям, говорит, не думают. Вот, что, говорит, хочу, говорит, сказать, говорит, женщинам, говорит, если вы воюете, говорит, своими мужьями, говорит, потом это, говорит, все, говорит, раскрывают ваши дети. Так что вот так. Как вам моя история? Напишите, что вы думаете. Я надеюсь, что я правильно рассказала, что я нигде не ошибилась. Все, если что, извини меня, моя дорогая. Так что вот так. Вот вы хотели историю, вот я вам рассказала. И мукбанг с вами сделала, девочки, покушала с вами. Целую вас, девчули. Я вас очень люблю. Берегите себя и берегите свое здоровье, девчонки. И свои нервы берегите. Не обращайте внимания ни на кого. Улыбайтесь и будьте счастливыми. Целую вас, девочки. Потом не скажете, как вам с микрофоном. Лучше было слышно или как? Такая есть что-то светлая. Мне надо перетемные сделать, не, девочка? Ну ладно. До свидания.